Добрый день, участники муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по экологии. Вашему вниманию предоставляется разбор заданий, вопросы 9, 10 и 11 класса. Блок заданий 9, 10 и 11 класса. Задание 1 включало в себя 5 вопросов, на которые нужно было дать ответ, аргументируя его какими-то дополнительными фактами. То есть правильно неполный ответ 1 балл, правильный полный ответ 2 балла. Итак, первый вопрос. Что обозначает термин биологическая очистка? Нужно было отметить, что биологическая очистка называется изъятие загрязнителей из среды обитания путем фильтрации или разложения, для того, чтобы восстановить исходные первичные свойства окружающей среды. Второй вопрос касался вопроса главного загрязнителя – ввод мирового океана нефтью. Соответственно, можно было отметить, что нефтяная пленка, которая в настоящее время является основным источником загрязнения ввод мирового океана, препятствует газообмену между океаном и атмосферой. И, конечно, главная опасность этого заключается в снижении концентрации кислорода в атмосфере, потому что значительную роль поступает кислород, значительную роль в этом играет фитопланктон мирового океана. Соответственно, эта пленка также препятствует поступлению кислорода газообмену между океаном и атмосферой, и, соответственно, может быть губительно для животных, обитающих в водоеме, ну и ряд других особенностей, которые можно было указать. Объясните, с какой целью в ряде европейских стран контейнеры для сбора твердых бытовых отходов в мусорной баке окрашивают в разные личные цвета. Ну, как мы знаем с вами, разбор в европейских странах, у нас происходит раздельный сбор бытовых отходов, поэтому они окрашиваются в разные цвета, соответствующие типы отходов. Здесь достаточно простой ответ. Чем был вызван первый в истории человечества глобальный экологический кризис, получивший название кризиса консументов? Мы знаем, что консументы – это организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, соответственно, первый в истории человеческий глобальный экологический кризис, кризис консументов, был вызван массовым истреблением крупных животных первобытными охотниками. Соответственно, это крупные травоядные животные. Чем обусловлено характерное для морских экосистем преобладание биомассы растительноядных животных над биомассой водорослей? Это связано с тем, что у нас наблюдается, как вы помните, перевернутая пирамида биомассы, и она объясняется высокой скоростью размножения фитопланктона, что способствует поддержанию высокой численности консументов в каждый момент времени. Поэтому пирамида биомассы у нас имеет перевернутые строения для водорослей, для морских экосистем. Задание второе включало в себя тоже ряд вопросов, 5 вопросов, где также нужно было провести ответы за правильный ответ 1 балл, правильный неполный 2, правильный неполный ответ 4 балла. Итак, что можно было отметить в данных вопросах? Как называется фактор среды, уровень действия которого приближается или заходит за границу толерантности? Как называется это значение фактора, совпадающий с границей толерантности? Ну, все мы знаем правила закон Либиха, да, и фактор у нас называется такой лимитирующий, лимит, предел, предельный фактор, лимитирующий. А вот значение фактора на границе толерантности называется точкой экстремума. Что называют экспоненциальным ростом численности популяции, при каких условиях он возможен? Соответственно, экспоненциальным ростом популяции называют такой рост популяции, который растет в геометрической прогрессии, то есть отвечает законам геометрической прогрессии. И возможен такой рост только лишь при наличии неограниченных пищевых ресурсов, в отсутствии врагов и конкурентов. Что называют пищевой цепью и почему эта цепь ограничена в биоцинозах? Тоже достаточно простой вопрос. Пищевой цепью называют последовательность видов живых организмов, в которой каждый последующий вид питается предыдущим видом. Возможно, другие варианты ответа, которые вы дали. А вот почему длина пищевых цепей значительно ограничена? Ограничена она в соответствии с правилом золотой десятки или, назвать правильно, правило Линдемана. Потому что на следующий трофический уровень у нас передается не более всего 10% энергии. Поэтому у нас с вами пищевые цепи в естественных биоцинозах ограничены. Почему агроцинозы обладают меньшей устойчивостью к воздействию внешних факторов среды, например, погодных, чем естественные и каковы пути, можно предложить. Основной причиной, как мы с вами знаем, агроциноз – это культура, которая можно назвать монокультурой. В ней выращивается в основном один вид продукции. Поэтому, естественно, что низкое видовое разнообразие, которое представлено в агрокультурах, является основной причиной неустойчивости агроцинозов. Для того, чтобы решить эту проблему, можно предложить увеличение видового разнообразия и, конечно же, снижение зависимости от притока вещества энергии, то есть выведение таких культур, которые будут малотребовательны к деятельности человека, то есть будут более устойчивы. Ну и последний вопрос в этом задании – это чем определяются границы биосферы Земли и почему биосферу Земли считают открытой системой. Что называется открытой системой? Да, система, которая получает энергию извне. Соответственно, существует наша биосфера Земли за счет энергии Солнца. Это внешний по отношению к биосфере источник энергии, поэтому у нас система открытая. А границы определяются как раз возможностью существования живых организмов. Верхняя граница – это предел озонового экрана, озонового слоя, то есть в атмосфере, в гидросфере и литосфере до глубины примерно 4 километров возможно существование живых организмов. Гидросфера практически полностью, да, она у нас с вами заселена. Поэтому распространение ограничено, я уже сказала, озоновый экран на поверхности нашей атмосферы вверху, и, соответственно, вглубь литосферы ограничено возрастающим давлением и температурой горных пород, то есть до 4 километров примерно. Вот такой ответ можно было представить. Следующее задание 3. Нужно было привести не менее трех аргументов при ответе на вопрос. Почему использование химических препаратов или пестицидов против сельскохозяйственных вредителей нередко вызывает на следующий год еще большую вспышку их численности? Любое применение препаратов, да, будь то даже пестициды или даже применение других препаратов, оно не убьет всех, все организмы. Все равно останется какая-то определенная доля видов, которые выживут, и в дальнейшем могут привести, что будет формироваться, повышается доля резистентных устойчивых особей в популяции. Все-таки применение химических пестицидов, оно снижает долю резистентных устойчивых видов к данному вредителю в популяции культурных растений. И может быть такое привести, что применение химических пестицидов, вследствие того, что они не выбирают на кого воздействовать, может снижать не только численность вредителей, но и численность естественных врагов и паразитов этих вредителей, что тоже может привести к тому, что возрастет доля вредителей, вспышка численности на следующий год. Каким образом географическое положение Ивановской области обуславливает ограниченность и низкую экономическую эффективность используя альтернативных источников энергии? Из альтернативных источников энергии мы с вами знаем солнечную энергию, энергию ветра, геотермальную энергию. Можно было, конечно, и другие провести, но если вот три аргумента нас просят, то если мы возьмем, например, эти, да, разбор, то солнечная энергия, ну, для климата Ивановской области мы все хорошо с вами представляем, какое небольшое количество солнечных дней в году мы с вами имеем. То здесь будет малоэффективно. Энергия ветра у нас также, ну, для климата области очень много дней, когда у нас либо ветер очень слабый или вообще штиль, полное отсутствие ветра, соответственно, это тоже будет неэффективно. Ну, геотермальная энергия у нас на территории Ивановской области отсутствуют геотермальные источники энергии. Если в ваших ответах приведены какие-то другие источники, то мы посмотрим, прочитаем и, соответственно, ну, добавим баллы или оценим как-то это дополнительно. Приведите три эффективных способа уменьшения почвенной эрозии в агроцинозах. Ну, во-первых, почвенная эрозия может быть снижена тремя способами. Это создание лесополос, потому что, естественно, на больших пространствах, где у нас интенсивность ветра, скорость ветра возрастает, возрастает и скорость сноса почвенных частиц с поверхности почвы. Вот эти лесополосы, они у нас будут защищать территорию от сноса почвенных частиц. То есть будет защита. Кроме того, безотвальная вспашка. При этом, безотвальной вспашки при таком способе сохраняется дернина, что также позволяет удерживать корнями растений почвенные частицы, соответственно, уменьшается почвенная эрозия. И, соответственно, посадка быстрорастущих и неприхотливых растений на обочинах дорог и межах полей, она способствует также снижению эрозии почвы в агроцинозах, потому что, опять-таки, будет и защищать от ветра, и, опять-таки, будет дополнительно удерживаться корнями почвенные частицы. Это были вопросы, которые представлены для заданий, для обучающихся девятого класса. У десятого класса дополнительным к этому являлся вопрос, что, какие показатели природной популяции определяют ее демографическую структуру. Ну, понятно, демография. Нужно было написать, что здесь, во-первых, показателем является соотношение особей разного пола в популяции, это самцов-самок, соотношение численности разных групп, то есть это ювенильных, взрослых, молодых особей, то есть, ну, если написали просто возрастных групп, это тоже будет правильный ответ, и также показатель плодовитости самок различных возрастных групп популяций. Это третий аргумент, который можно было привести здесь для обоснования ответа. И для одиннадцатого класса был представлен последний вопрос, чем объясняются более тяжелые экологические последствия лесных пожаров в Воронежской области по сравнению с лесными пожарами равной площади в Тюменской области. Ну, здесь для ответа на вопрос нужно было представить себе, где находится Тюменская и Воронежская области. Тюменская область, это у нас расположено в зоне тайги, плотность населения значительно ниже, чем в Воронежской области, ну и, соответственно, антропогенное влияние на природные экосистемы, соответственно, влияние на сукцессию здесь будет значительно ниже. В результате длительной сукцессии на месте пожара в Таежной области в естественных условиях будет формироваться сразу тайга, там естественной экосистемой у нас является тайга. А вот Воронежская область, она у нас расположена в лесостепной зоне, соответственно, в результате сукцессии сначала будут формироваться степные биоцинозы. И вот для восстановления леса же потребуется уже усилие, причем значительное усилие человека, это искусственная посадка, это и уходные работы какие-то, чтобы не было влияния природных факторов, там, например, захват гари степными злаками и прочее. То здесь, конечно, будет значительное усилие. Ну и, конечно же, необходимо отметить, что для Воронежской области у нас отмечается высокая плотность населения, которая и без того увеличивает антропогенную нагрузку на лесные сообщества, и повышает риск повторного возникновения пожаров на зарастающих гарях. Вот такие вопросы были представлены на муниципальном этапе.